Здравствуйте, ребята! Меня зовут Мисс Болл, и я буду делиться с вами разными интересными историями из области науки. Сегодня мы поговорим с вами о том, как появилось электричество и каким был свет до его появления. Работа холодильника, телевизора, лампочки на вашей кухне и многое другое, все это работает благодаря электричеству. Но прежде чем появились все эти чудесные приборы, люди преследовали только одну цель – осветить свой дом и улицу. До того, как изобрели электричество, столетиями дома освещал только огонь, который давал, к сожалению, очень мало света, его нужно было постоянно поддерживать. Также в древние времена был еще один доступный источник света – солнце. Но пока не изобрели стекло в 17 веке, никто не осмеливался прорубать огромную дыру в стене, пуская вместе с солнечным светом дождь и ветер. После того, как изобрели стекло и его стали широко использовать, люди задумались, как не терять источник света при заходе солнца. Сотни лет люди, пользуясь факелами, ветками обмотанной друг с другом ткани, ткань которая была пропитана воском или маслом, после идея получила развитие и появились масляные лампы. Но света от ламп не хватало. Освещение нужно было совершенствовать. Решение подсказал природный минерал – уголь. Ученые заметили, что при горении уголь выделяет газ. Это могло помочь осветить дома и улицы с наименьшими затратами. Так в начале 19 века появились городские каменноугольные заводы, которые помогли осветить улицы и дома местных жителей. Но такой источник освещения имел ряд неприятных последствий. Во-первых, он ужасно коптил, потолки и стены домов от него становились черные, а также имел место детальный исход. Из-за разрастающейся конкуренции газовые компании экономили своим материалом и по ночам уменьшали количество подаваемого газа, вследствие чего лампа зажженная у кого-то дома могла погаснуть. Угасал сам огонек в то время, как сам газ просачивался сквозь приборы освещения. Возможно, мы и сейчас бы жили при таком освещении, но ученые продолжили изучать электричество. На 1867 году изобретен мощный генератор, способный вырабатывать постоянную искру. Это был первый электрический свет. Но этот свет не подходил для жилого помещения, он был слишком ярким. Прошло еще несколько лет, прежде чем электрический свет пришел к нам в гостиную. Как же выглядело электричество, впервые попавшее к нам в дома? В современных домах электроснабжение регулируется множествами правил, но когда только электричество появилось, люди не представляли, как им пользоваться и насколько оно может быть опасным. На заре своего появления электричество считалось волшебством. Иметь в себе дома электрический свет было модно и очень дорого. Так постепенно электричество осветило дома. Но эта сила была новой и малопонятной, а электрические провода неизолированы. Одно касание его смогло убить током. Вначале кабеля лежали просто в деревянных желобах, без какой-либо изоляции. То есть дом был опутан оголенными проводами. Когда все-таки дело дошло до изоляции, для нее выбрали неправильный материал. Провода сначала обернули в бумагу, но когда поняли, что это неподходящий материал, решили, что ткань подойдет лучше и опять прогадали. Прошло еще немало времени, чтобы найти идеальный материал для проводов. Но пока люди, вдохновившись электричеством, придумывали множество приборов, которые должны были привнести радость в жизнь его обладателя. Многие вещи из того времени остались в прошлом, другие усовершенствовались и стали частью нашей с вами жизни. Вот такая интересная история трансформации освещения от древности до наших дней произошла благодаря пытливому человечеству, а также желанию сделать свою жизнь комфортней. Увидимся на следующей интересной истории. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok